Продолжение следует... Не знаю, или якобы, или от лица полиции безопасности о том, что мы, как правильно, Валерий Викторович, о том, что мы путинским руководством, ну, финансируемся, во-первых, Путиным, во-вторых, мы призваны на Украину для того, чтобы провоцировать отделение Крыма от Украины. Значит, прежде всего, достаточно четко и недвусмысленно говорю, это вранье. По-другому это не называется. Не ложь, а вранье. Вранье нахальное. Те трудности, если вы хотите, чтобы мы перечисляли те трудности, с которыми мы сталкивались, пожалуйста, один за одним отели, в котором мы хотели провести наш международный круглый стол, ежегодный международный стол. Когда мы приходили, размещали наш заказ, подтверждали, что да, свободны номера, свободны конференц-залы. Мы, буквально через несколько часов, в большинстве случаев, перезванивали нам и заявляли, что да, мы готовы разместить ваших гостей. Ну, от прибыли, понятно, ни один отель не хочет отказываться. Но конференц-зал, к сожалению, у нас именно на этот день и на это время, как только что выяснилось, уже занят. Сегодня у нас очередные проблемы. Фирма, которая поставляла нам оборудование синхронного перевода, у нас международная конференция, вы это сами видите. Фирма, которая поставляла у нас оборудование синхронного перевода, которая заявка на это мероприятие дана, была два месяца назад, и они подтвердили, что эта заявка принята. Регулярно я их оповещал, что, извините, у нас очередной отель отказался, но мероприятие обязательно состоится. За три дня до мероприятия она нам объявила, что нет, к сожалению, оборудования на этот день у нас нет. Мы стали обращаться в другие латвийские фирмы, все отказались поставить оборудование синхронного перевода. Мы стали обращаться в литовские фирмы, три из них подтвердили, что у них оборудование свободно. И они готовы привезти и установить их в Латвии, в отеле, где будет проводиться конференция. Извините, воскресенье. Разными антифашистскими организациями организуются два протестных митинга, официально заявленных в Рижской думе. Оба ограничены по своим возможностям, но, тем не менее, они согласованы с Рижской думой. Первый – это митинг на Домской площади, и второй – это митинг вот здесь, вот в парке под бастионной горки. Кроме этого, всех вас мы приглашаем завтра на, опять же, оболганную полицией безопасности. По-другому нельзя сказать. Как можно что-то говорить о книге, которую никто в руках не держал и не читал? Полиция безопасности априори объявила эту книгу сборником лжи, объявила, что это кремлевская пропаганда, хотя никто из них эту книгу в руках не держал. Завтра в 17 часов по улице Крышенбар на 12 в отеле Европа Рояль Отель в конференц-зале будет презентация белой книги нацизма. Презентация двух версий этой книги, латышской, извините, английской и русской. Пожалуйста, приходите, мы вас с ней ознакомим, и тогда сами посмотрите, есть ли это сборник лжи, или это есть перечень именно тех неонацистских проявлений, которые существуют в современной Европе. Послезавтра в презентации книги в 17 часов мы вас всех ждем. Послезавтра в 14 часов начинается наш ежегодный круглый стол. Круглый стол в этом году проходит под названием «Проблемы радикального национализма, ксенофобии, антисемитизма и неонацизма в современной Европе». Мы вас всех приглашаем и, пожалуйста, любой из нас готов ответить на ваши вопросы.